как построить вас ту карту сравниваем несколько методов построения привет с вами канал арт вас ту и сегодня я расскажу про вас ту карты которые я сама использовала в своей жизни с которыми работала в своих квартирах квартирах моих друзей в квартирах моих клиентов давайте начнем слева первая карта это первая школа в которой я познакомилась вас ту это университет никифоровых у них есть собственный конструктор который строит вот такую карту он там можно выбрать угол поворота очень удобно это все устроено и по крайним углам внутренним квартиры вот по этим точечкам мы потом выводите зеленые линии и они вам эту квартиру обрезают как лишнее то есть у вас получается что четко вас ту карту захватывает именно вашу квартиру не больше не меньше то есть прям четко это все можно выставить а потом по этим картам я работала первое время консультировала но свои квартиры квартир моих друзей не помню были ли у меня тогда клиенты а потом я попала в школу юли морозовой вторая карта вот тут посерединочки юли морозова является официальным представителем в россии доктора саха сработки у него в россии всего два официальных представителя юлия морозова и сергей давыдов люди которые несут его знания в парампоре парампора это передача знаний от учителя к ученику без искажений у доктора много еще есть учеников но официально как бы нести из его знания могут вот только двое у нас в россии насколько я знаю на сегодняшний день у сергей давыдов я тоже училась только на другом курсе я не училась у него строить карту я проходил у него матрицу божеств у юли в школе учат строить карту вот таким образом как я здесь нарисовал посерединочки если у вас угол отклонения меньше 20 21 22 градусов то мы рисуем север в центре как у меня здесь показано у меня здесь карта 16 или 17 градусов угол отклонения если угол больше двадцати одного градуса а то мы север переносим в угол видите у меня чуть не хватило то есть меня то ли 16 то ли 17 градусов если меня было бы например 22 23 24 градуса я бы север поместила вот сюда в угол угловой сектор и юг соответственно вот сюда по этой карте я работала несколько лет и с квартирами с участками со своими квартирами с квартирами моих друзей с квартирами моих клиентов и совсем недавно я стала пользоваться карты которые вот здесь у нас справа расположена здесь геометрический центр мы ищем более точно то есть мы его берем не как в этих картах ориентируясь на прямоугольник а мы его берем от вот этой формы от вот этой формы все все квартиры мы находим геометрический центр от него мы строим брахмастан той же формы что и сама квартира не прямоугольная повторяющий форму самой квартиры и строим сектора эту карту на сегодняшний день я считаю самой точной в ней есть несомненные плюсы особенно для квартир сложной формы типа г-образных квартир и давайте сейчас мы все карты сравним и вы увидите один момент мне что хочется до вас донести очень сильно хочется до вас это донести вот вы мне говорите а какой способ правильный а вот не будет ли ошибка если вот так а вот мне другой консультант вот таким образом нарисовал и давайте мы сейчас на примере трех карт с вами посмотрим какова погрешность и вообще ошибка и чем мы можем себе навредить если мы используем не ту карту если бы мы здесь сделали коррекции секторов каким образом они у нас отличались смотрите сектор север вот здесь показан стол два кресла стена вот это все попадает нас север вместе с окном на этой карте стол два кресла стена окно на север попадает 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 третья карта ну тут немножко мебель по-другому нарисована но она стоит в том же месте смотрите два кресла стол с окном попадает попадает стена не попадает то есть чуть-чуть есть различие на границы секторов то есть вот на именно по краям сектора есть небольшие отличия но если бы мы на севере здесь закладывали жемчуг и серебро мы бы все равно попытались его заложить ближе вот сюда вот к середине в стену где-то вот тут в районе середины сектора то есть мы бы все равно в север попали давайте дальше двигаться северо-восток на этой карте смотрите тут кухня от угла захватывает кухню захватывает ванну вот это ванна шкафы которые при ванной вот тут захватывает туалет и немножечко еще захватывает половину входной двери вот здесь входная дверь а значит на этой карте северо-восток захватывает кухню захватывает ванну со шкафами захватывает захватывает у не то туалет туалет уже от туалета захватывает только кусочек соответственно опять же здесь нас расхождение по вот этот кусочек и унитаз у нас туалет сам у нас большей частью здесь попадает восток и на третьей карте смотрите кухню захватывает ванну со шкафами захватывает и туалет примерно две трети захватывает то есть по сути в принципе здесь тоже все похоже похожая ситуация то вопрос вот только с туалетом но на границе сектора находится дальше двигаемся сектор восток вот здесь он рыженький у нас попадает половина входной двери и вот здесь вот уже где квартира уже не наш здесь у нас восток попадает почти весь туалет и входная дверь а и на третьей карте у нас попадает кусочек туалета и входная дверь то есть опять же вы видите что почти почти все не больше чем на пол сектора разница идет даже меньше я бы сказала дальше юго-восток тут все понятно сектор юг сектор юг значит повод этой карте по левой сектор юг у нас попадает вот эта дальняя комната почти вся комната попадает в сектор юг на второй карте эта комната попадает в юго-запад так и на третьей карте у нас эта комната попадает в сектор юг да здесь у нас разница на сектор но тут есть что такой момент важный смотрите когда вы боитесь ошибок по вас ту карте вы боитесь чего что у вас север с югом поменяются и вы откорректируете приток отточными корректорами и наоборот или чего вы боитесь собственно у юга и юго-запада у них очень похожие коррекции то есть если вы сделаете комнату как юг она окажется юго-западом да ничего вы не потеряете разницы вообще никакой и все соседние сектора в принципе практически друг другу не вредят то есть если у вас будет юго-запад например и вы потом окажется что это не юго-запад а наполовину этот запад опять же вы ничего не теряете потому что и тесь этот сектор оттока он должен быть утяжелен этот сектор оттока он тоже должен быть утяжелен и еще раз вернемся энергия она не в такой вот формы энергии не такой формы она каким-то вот каким-то ну грубо говоря пятном и здесь также она не квадратиком она каким-то пятном и здесь также то есть нет вот такой четкой линии разделения секторов этого нет энергии они примерны поэтому если вам нужно разместить какой-то четкий корректор именно попасть в нужную зону то вы стараетесь шлепать посередине сектора примерно ближе к оси а если вы кладете в край то всегда себе себя спрашивать а если у меня здесь уже идет не юг а юго-запад не навредит ли мне это и если вы отвечаете себе да какая разница в принципе они корректируются одинаково то располагайте спокойно коррекции не парьтесь двигаемся дальше сектор юго-запад здесь попадает в кладовку здесь юго-запад попадает в эту комнату мы уже разобрали но кладовка к нему рядом совсем расположена и здесь юго-запад у нас попадает в эту же кладовку только он еще от 2 кладовки который гардеробная занимает довольно большой кусок вот дальше двигаемся западный сектор он занимает вот эту вторую кладовку которых гардеробная здесь он занимает ее же он занимает их 2 2 эти кладовки здесь он у нас занимает кусочек этой гардеробной и заходит уже в спальню вот на этой карте то есть это где-то на пол пол сектора самая большая погрешность у нас была с вами вот здесь на сектор когда был сектор юг и сектор юго-запад на один сектор в основном все-таки погрешность идет на пол сектор вот и соответственно застается северо-западный сектор по первой сетке смотрите у нас попадает сюда вся область кровати с тумбочками северо-запад здесь тоже попадает вся область кровати с тумбочками и здесь у нас попадает почти почти вся кровать и одна тумбочка но опять же повторюсь энергия по вот этой линии не течет она по этой линии не делится То есть это приблизительно, это всё равно приблизительно. Наверное, вы знаете, что мой ютуб-канал был посвящён рисованию. Но когда в мою жизнь пришла наука Васту, и я не знала потом, уже так в Васту плотно погрузилась, я понимала, что одного рисования мне мало, и мне о Васту хочется говорить. И у меня были спонтанные несколько видео, записанных на моём канале, где я рассказываю про схламление, про камни с моря, как я их таскаю, значит, и утяжеляю ими. Это были такие спонтанные видео, они очень длинные, они не имеют чёткой структуры. Я там довольно хаотично излагаю свои мысли. Но я потом через некоторое время, я так их на эмоциях как-то записала, на порыве, через некоторое время я заметила, что у них очень большие просмотры и охваты. И потом мне многократно писали, что типа, что за фигню вы нам тут гоните. И я думала, ну правда, да, они не структурированы, они такие как бы ля-ля-та-паля. Правда, их надо удалить. Но потом я захожу и смотрю, сколько там просмотров, сколько довольных, счастливых людей, кому пригодилась эта информация. Я их решила оставить. И после этого у меня, когда эти видео обогнали, самые популярные видео на моём YouTube-канале, который был посвящён рисованию, у меня было такое видео про композицию и какое-то ещё следующее, про акварельные краски, кажется, которые всегда у меня были в топе. Их ничто не могло обогнать, они тоже были очень старенькие, такие сырые, но они были самые популярные. И когда видео по Васту их обогнали, я подумала, да ладно, что люди хотят Васту, людям это интересно, так я же только рада. У меня же только, да, и возможность мне поделиться информацией. Я же очень хочу поделиться этой информацией. Меня прям разрывает, как я хочу поделиться этой информацией. Я стала думать, если я даю людям вас, я же должна их научить строить в Васту карту. А как я научу, если такие существуют разногласия, и какой способ выбрать, какой способ самый правильный. Сначала я записала, первые несколько видео я записала метод построения, вот этот левый первый, на конструкторе университета Никифоровых. Но я это видео не выложила, я его только записала. Потом я думала, думала, и решила всё-таки для себя, что, так как мне нравится быть в парампоре, если доктор передаёт свои знания Юле Морозовой, я училась у Юли, у неё, соответственно, эти знания переняла, мне откликается этот подход. Их Васту карта является очень простой. То есть люди смогут построить такую Васту карту сами, и это не будет конструктором, потому что конструктор всё-таки, он как бы, есть вероятность ошибки, когда вы сами руками выставляете, я считаю, как-то это поточнее получается. И я решила остановиться на этом методе, и его вам рассказала, как строить Васту карту. Всё рассказала. Я не жалею до сих пор, потому что этим методом я работала несколько лет, и коррекции очень хорошо работают. Куча-куча, множество людей, подтверждения тому, как хорошо работают корректоры, коррекции по этой карте. И сейчас я хочу вам рассказать ещё один очень важный момент. Квартира буквы Г, когда мы говорим, что вот сектора выпадают. Смотрите, вот эти сектора выпадают. И когда вы куда-то идёте к Васту консультанту, а он вам строит Васту карту, вот так, отрезав вот этот сектор. То есть вот так вот берёт себе это место. И то есть одно дело, если он вам назначает ритуал роднодеяй и ещё прочие коррекции, тогда вы заложите вот здесь вот ритуал роднодеяй, сделаете ещё множество коррекций, и ваша квартира завибрирует действительно вот так вот по вот этой вот более квадратной форме, нежели вот эта вот сложная форма. Но это при условии, что вы этот ритуал заложите. Первоначально всегда помещение будет вибрировать по своей максимальной площади. То есть вы не можете сказать, это расширение, его нет, и я вот так себе нарисую. Оно на вас влияет. То есть вот эта первоначальная карта, она всё равно будет захватывать всю квартиру. Опять же, вот этот сектор всё равно на вас будет влиять всегда, даже когда вы скорректируете форму и заложите здесь ритуал роднодеяй, и когда вы заложите здесь кучу-кучу разных корректоров, этот сектор всё равно будет на вас влиять. И если он у вас в оттоке, то вы всё равно должны его максимально-максимально утяжелить. То есть это может быть даже тонна, тонна веса, утяжеления. Вы можете поднять стяжку, поднять пол на 10 сантиметров и посчитать, может быть кто-то у нас есть, зрители мужчин, и нам посчитают, сколько это будет веса, если мы на 10 сантиметров поднимаем, и комната у нас, например, 10-12 метров, вот так вот, по вот этой линии, если мы делаем ступеньку, вот это дело всё поднимаем полом, заливаем стяжку туда, значит ещё кладём каких-нибудь камней или металлов, будет это у нас тонна, или будет меньше тонны, сколько там будет, 500-700 килограмм, сколько это будет, в любом случае мы её утяжеляем, так как она в секторе оттока, и она является расширением. К чему я это всё? Я к тому, что если вы мне присылаете карту, и там будет вот такая вот карта нарисована, вот здесь центр, и вот так сектора поделены, без учёта вот этой комнаты, и я вам пишу, у вас сделан ритуал от надья, и вы говорите нет, и тогда я вам говорю, эта карта не верна. Именно в этом случае. Если вы все коррекции заложили, тогда, конечно же, ваш энергетический центр из вот этого места, он сместится вот сюда, в серединочку, и будет правильно вибрировать на вот эту вот форму, которую вы выделили корректорами. И в том случае, эта карта уже будет верна, и она будет работать. Но это не значит, что вот этот вот всё расширение не нужно хорошенечко-хорошенечко утяжелить. Ну и, наверное, вы знаете, что у меня за два года было три ремонта полноценных, прям вот от черновых работ, или даже мы всё снимали вплоть до полов, и заново возводили три полных квартиры за два года. И когда в итоге, где-то в середине лета примерно, я доделала третий объект, наконец-то упал почти без сил, я там и мебель собирала, сама красила, и что я там только сама уже не делала в конце. Когда всё было закончено, я наконец добралась до отдыха, и отдохнула, у меня появилось время, я наконец стала изучать вот этот метод построения Васту-карты, вот этот третий метод, который справа у нас вот здесь изображён, с геометрическим центром, который смещается, находится, определённым образом, и он располагается не в центре вот этого прямоугольника, в котором мы типа это всё вписали вот здесь, а он располагается по геометрическому центру именно этой формы. То есть если вырезать эту Васту-карту ножницами из картона или с плотной бумаги, взять булавочку и воткнуть булавочку вот в это вот место и карту положить на эту булавочку, то она не упадёт, она будет стоять равномерно на этой булавочке. Я стала изучать этот метод и, соответственно, проверила все свои квартиры по этому методу. Очень мне понравилось и самое главное, что мне понравилось, что при таком методе построения вот эти выпадающие сектора, они у нас здесь есть. Смотрите, у нас... Ну, восток у нас везде попадал хоть немножко. Юго-восток. Вот юго-восточный сектор. Видите, кусочек его появился. Южный сектор появился, потому что вот здесь, например, его нет. Также вот здесь ещё возникает кусочек южного сектора. То есть если у вас Г-образная квартира либо квартира сложной формы, вы её построите вот таким образом, то в принципе ритуал родной одеяи можно не делать и не добиваться формы вот такой квартиры, вот, особенно если квартира, например, сложная, а просто поработать со всеми секторами, потому что при таком методе построения у вас есть все сектора. Да, они слабые, они маленькие, но если задастся целью и разместить здесь соответствующие коррекции, вибрации квартиры точно улучшатся и у вас появится возможность либо переехать, либо откорректировать уже квартиру до прямоугольной хорошей формы, чтобы она давала вам больше уже хороших вибраций и уже была совершенно другого уровня. Конечно, я в формате своего ютуб-канала не могу назначать вам сложные корректоры, которые закладываются в стяжку и если вы помните, когда мы говорили про коррекцию северного туалета, северо-восточного туалета, восточного туалета, я вам говорила, что по моим видео не кладите корректор в стяжку, потому что если вы потом вдруг узнаете новый способ построения карты, у вас может сместиться на пол сектора васту карта и достать из стяжки вам корректор будет сложно. Если же вы их положили в плинтус, то вы всегда можете снять плинтус и корректоры немножко перенести. Вот как раз в конце лета, когда я вот этой картой научилась пользоваться, я построила васту карту квартиры в Геленджике, где я живу у мамы, и увидела, что у меня сместилось всё на пол сектора, и в одном месте, почти на целый сектор произошло смещение. Я залезла и переставила веса. Это, конечно же, в секторах утяжеления больше всего получилось, как обычно. Я просто передвинула. Как вы можете видеть, все три карты очень похожи, и максимальная погрешность, которая возникает, это пол сектора, либо один сектор, поэтому я вам хочу сказать, не бойтесь корректировать. Я корректировала свои квартиры первоначально по вот этой сетке, по первой, которая в конструкторе построена, происходили в жизни перемены, и всё менялось к лучшему. Поэтому не бойтесь, не бойтесь корректировать. Всё равно вы, главное, не перепутайте север с югом, а запад с востоком. Главное, правильно поверните свою карту относительно сторон света. Всё равно север и приток мы корректируем одним образом, а ток мы корректируем другим образом. Вы не можете это перепутать никак. Соответственно, всё равно всё, что вы сделаете по моим видео, оно всё равно принесёт вам улучшение качества вашего пространства, энергии, которая движется по вашей квартире. Я сейчас в своей работе, когда консультирую, я использую вот этот метод третий, но если мне надо будет что-то где-то посмотреть быстро на коленке, я спокойно буду использовать вот этот метод вообще без проблем. Так что, друзья, не знаю, помогла ли я вам с вашими терзаниями, надеюсь, что моё видео было для вас полезно, а с вами был канал Артвасту, и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok